Здравствуйте. Я хотела обратиться к вам за помощью. Дело в том, что 24 сентября мобилизован был мой супруг, Сопрыгин Сергей Сергеевич, 95-го года рождения. У нас с ним есть ребенок-инвалид. На данный момент сыну 6 лет. У него приступы эпилепсии ежедневные, а если точнее, то ежечасные. Спрогнозировать этот приступ невозможно, поэтому мне приходится всеми силами его уберегать. Каждый шаг. Как если вы вспомните, когда ребенок делает первые шаги, его сзади поддерживаете. Точно так же только я делаю с 6-летним ребенком, который в этот момент еще и злится. Злится на мое такое вот обережение его. Я его понимаю, но отпустить не могу. После приступа ребенок чувствует себя плохо. Он засыпает. Встает с плохим настроением. Злится. Злится и не понимает, что с ним происходит. В терапию мы пытались подобрать полтора года. К сожалению, пока этого не удалось сделать. Лечимся мы в городе Краснодаре, в городе Москва. Из-за того, что забрали отца, мы вынуждены закончить со своими поездками на реабилитацию. Также стоит острый вопрос о том, как получать препараты. Препараты, которые нам жизненно необходимы. Для того, чтобы съездить, мне нужно взять с собой ребенка. Но вы же понимаете, что приступ может быть и в машине. Может быть и в магазине. Он может быть где угодно. И он есть. Очень сложно рассказать о своем моральном состоянии. Моральное состояние его нет. Я вынуждена улыбаться. Стараться улыбаться. Улыбаться ради своего сына. Потому что каждые слезы заканчиваются так же приступом. Он переживает, он чувствует. Он чувствует, что нет больше папы рядом. Тот, который ему помогал. Который сохранял его жизнь. 24 часа. Каждый день. С 24 сентября. Я нахожусь одна. Я и мой малыш. У меня нет помощи. Мои родители живут на Дальнем Востоке. Отца не было. Мама работает на Камчатке. Чтобы помочь мне обеспечить сына должным образом с лекарствами реабилитации. Других родственников нет. Сейчас уже и зима пришла. Мы живем в своем доме. У нас есть печка, которую мы должны топить. Но мы не можем этого сделать. Потому что она стоит на улице. И туда не выйти. Ведь я должна находиться с сыном. Я очень устала. Я очень устала. И этого не передать. Одному Богу известно, насколько сил моих еще хватит здесь находиться одной. Это, как знаете, предсмертная записка. Только хочется жить. Жить ради сына. Держаться.